здравствуйте уважаемые зрители приветствую вас на канале вольная улица сейчас последнее время все мы тщательно следим за ситуацией в донбассе ну что ж будет ли война между украиной и россией и возобновляться ли боевые действия в донбассе об этом мы поговорим с народным депутатом украины 5 6 созывов алексеев журавка здравствуйте здравствуйте я думаю вы знаете что в донбассе объявлена мобилизация а также эвакуация населения так что же в итоге действительно ли начнется война как вы считаете ну украина может пойти на эту провокацию и развязать непосредственно внутри в украине очередной виток большой войны конечно же эта война донбассу не нужна и не нужна российской федерации ведь если рассматривать то что сегодня творит украинская власть то она целенаправленно устраивает провокации и провокации страшного характера это связано с химической ситуации так как уже попытки были взорвать трубопровод аммиака и другие объекты там где есть это химикат и называем так поэтому в данный момент считаю что руководство лднр абсолютно правильно поступило дабы избежать больших будем риджет особенно детей матерей стариков принято решение было эвакуировать но насколько я вижу что большая часть мужчин которые в состоянии сегодня дать отпор агрессор а агрессор это является сегодня власть карательная в силу тер батальоны и так далее которые там присутствуют они могут развязать войну могут и это связано с тем что как себя ведет запад англосаксы и америка ведь они не замечают того страшного преступления которые творят в ссу и украинская власть на территории донецка и луганска второй день идут массированные удары обстрелы они на сегодняшний день европейцы так называемые демократы поддерживают преступную кровавую власть в лице зеленского это факт я уверен если украинская власть посчитает нужным пойти на провокации и пойти на зачистку донбасса донбасс эту войну выиграть многие факторы об этом говорят но в эфире я не могу говорить все это просчитывается все это прекрасно видно если тот человек который в теме реально смотрит за событиями умеет анализировать украинская власть проиграет и если она на этот шаг пойдет мы увидим мюнбергский процесс киеве или еще где-то и все эти виновники украинской власти будут либо на виселице либо пожизненно в тюрьмах сидеть объясните пожалуйста но они ведь тоже это понимают украинское руководство и тоже анализирует ситуацию и что в итоге они проиграют и и будут судить так зачем же тогда им идти на это обострение слишком много денег было вложено слишком много в те преступления было вложено америка и сателлитами для того чтоб разыграть картину убей брат брат никому не секрет что спецслужбы американские институты европейские ястребы войны и американские ястребы войны разработали уничтожение план непосредственно советского союза теперь им надо достать россию как ее можно достать ее можно достать с помощью дележа непосредственно внутри славянского народа эту-то цель по большому счету преследует вторая цель это через хаос внутри россии как и украине завладеть всеми теми ресурсами которые находятся на территории россии и украины что по большому счету мы и наблюдаем американцы и европейцы они не пришли что-то строить а ведь вернее их не политики они пришли разорят народы сильное государство как россия европе и америке не нужна кто может более воздействовать лучше как не украина большая часть украинских политиков продались за деньги на каждого политика украинского сегодняшнего есть толстая папочка в этой толстой папочке все необходимое для того чтобы их достать давайте посмотрим живой пример побег с украины олигархов крупных руководителей средств массовой информации побег политиков побег властных кабинетов не прошло можно сказать и суток как путин ну не напал злостный и россия на украину как тут же они сразу все появились на территории украины но это первый признак что путин и не собирался нападать но они почему-то вдруг прилетели назад а европа все свои посольства и американские английские отправили в львов прилетел и зеленский еще кто-то там не гордон рассказывали что никуда не уезжали акметов чем это связано судя по всему произошли звонки что нет ребята у вас не для этого выкармливали выкармаши если вы не уедете с европы назад украину на украину вы понимаете что с вашим богатством случится и что с вами день с вашими деньгами случится и как мы вас всех засадить по самые не могу я не исключаю что и зеленский выезжал когда одета сделал записи и все остальное но ему тоже сказали пацан мы не для того тебя делали президентом что ты на сегодняшний день убирал который стал поддерживать нацика и так далее поэтому сдерживающий фактор чтобы не убежала власть это сегодня являются американцы спецслужбы американские англичане и так далее потом давайте посмотрим кто сегодня формирует я назвал гитлеровскую коалицию 21 века вот та же самая европа одни поставляют оружие с европы вторые третье четвертые потом пошла англия потом америка и так далее кто за этим стоит конечно же не поэтому мы наблюдаем процесс самый страшный когда тем некуда деваться они загнанные как крысы и они фактически могут использованы для нанесения укусов и уже на сегодняшний день ну что там их разорвут в европе что их донецк донбасс то есть разорвет дойдет такие вам может быть то больше но и давайте учтем что российская федерация сказала что она не даст в обиду донбасс если сегодня при примутся шаги в наступлении это конец государственности вот вам и все а народ украинский которые находятся под протекторатом америки англии и европы он на сегодняшний день что говорю нет идите на убой и видите этих маргиналов это ваша территория поэтому данный момент война неизбежно то что она будет небольшая и быстро я в этом уверена 1000 процентов большая часть украинцев не хотят идти на войну и они признают что она не их не вот я как раз хотела спросить вы же раньше жили в херсоне может быть у вас остались там какие-то знакомые вы сейчас поддерживаете контакты и можете сказать на юге украины какие настроения может быть они наоборот настроение настроение очень плохие они запуганы на войну не хотят идти который предлагает зеленский и его это свора вместе с порошенко с тимошенко с я ценюку с я ценю ком и всяким отрели не хотя и я насколько знаю что потихоньку молодежь выезжает любыми путями европу по лдову куда попало но лишь бы подальше от призыва и подальше чтоб их не забрали на эту войну есть определенная кучка маргиналов и дебилов есть которые пошли осознанно в 2014 году воевать которые прошли через зону а то ос и тогда есть но это не не небольшие группировки они я думаю сейчас поедут туда но от них одно мясо пойдет и придут гробы потому что не напрасно сегодня практически вдоль разраничения со стороны украины массово везут гробы пустые гробы то есть это пустое мясо и все то есть как английский борис сказал борис или борис мне какая разница как он сказал украин до последнего украинца украинцы готовы идти воевать до последнего украинца вот вам и все просто я хочу вам сказать еще раз и украинцам и всем остальным сказать россия не будет наступать на украину россия считает что украинцы это брать просто заблудились назовем так до плюс гибридная война она свое дело сделано поэтому я лично считаю что сегодня украинцы и не считаю а призывает должны отказаться идти варить не идти на эту провокацию страшного которая сегодня делает это украинская власть любыми путями не помогать этой власти и никто вас не будет захватывать никто убивать вас не будет как это рассказывают эти американцы или как рассказывают они вот завтра путин сам лично разрабит киев разрабят киев вот эти маргиналы которые сегодня в киеве власть называется посмотрите отток денежных средств уже свыше 16 миллиардов это и называется тот же самый грабеж а вы посмотрите когда запретили страховые компании отказались страховать самолет сколько чартеров частных улетела на запад и никто не знает что они вывозят вот чем парадоксальное свойство значит кто грабит на самом деле ваше государство люди добрые потом враг на самом деле сидит и находится в самой украине в тылу а это киев враг это те все вас чиновники которые выполняют преступные приказы давайте вот посмотрим вот сегодня загнали донбасс провокации бедных мне детишек жалко которые вот подвалы постоянно прячутся от бомб которых сегодня вот с места нажитого родители вывозят в россию но там хоть понятная вещь спасти детей но у нас до какого маразма дошло что проводят над детишками над родителями какие-то непонятно мифические учения загоняю в подвал но понимая что русские не нападут это ж какое надо иметь кощунство даже к своим детишкам вот это и мораль той пасни страшной который навязывает зеленский вот я с уверенностью уверен что он нападет а вернее его заставит последний вопрос к вам сейчас проходит мюнхенская конференция по безопасности к слову там и зеленский но вот россия не оказалась на этой конференции как вы считаете почему но это связано с тем что я повторю что коалиция сформирована как тридцать восьмом тридцать девятом году уже понятно о чем даже канцлер германии сказал что он не заметил геноцида на донбассе а вот геноцид на украине он замечает который проводит российская федерация по отношению украины вообще-то уже понятно что собрались не руководители а маргиналы а маргиналы как правило не помнят свои истории кто победил в той страшной великой отечественной войне которую гитлер принес на европу советский союз кто напал и кто на самом деле освобождал германию францию польшу и другие страны от немецко-фашистского оккупанта вот они повторяют то же самое только это будет гораздо страшнее война давайте будем говорить так войну на украину пригласили европейцы европейцы фактически не американцы европейцы американцы это само собой но я говорю поближе так вот американцы где-то там далеко-далеко-далеко на каком-то другом континенте а война то будет европе и на украине если что-то не так пойдет на украине в центре уже идет война но своими действиями и этим маразмом они могут пригласить заходи ко мне дорогая война к нам страны европейские знаете говорят когда ты часто говоришь о войне и когда ты часто говоришь как сегодня власть украинская говорит вы провозите нам оружие мы будем защищать от агрессора страну европу мы супер континентальная армия получилось что-то наоборот они сами себе накликали беду так вот эта беда и вот это что они на мюнхенской конференции себя вели она придет к ним постучится вот так тук-тук придет к ним это страшно ведь они на себя зовут проклятие вот и все а так вообще-то это позор был я смотрел эту мюнхенскую конференцию позорище отвратительное обратно оружие обратно россию оскорбляя обратно унижая обратно мы говорим о каком-то враге обратно мы требуем какие-то деньги на усиление украинской власти но никто не сказал о донбассе никто не сказал о развитии взаимоотношений с россией никто не сказал на сегодняшний день как найти компромисс между россией как найти возможные пути чтобы выполнять низкие соглашения и успокоить общество идет фактически разорение европы вот я так это понимаю разорение европы идет из-за этим стоят англосаксы и американцы они не пожалеют европу не пожалеют они втянут спровоцируют снимут сленки их не оборонные назовем так частные компании заработают колоссальные деньги и убегут а вы потом разбирайтесь понимаете и все вот к этому все идет это страшно я как наблюдаю что владимир владимирович и руководство не хотят допустить этого сценария не хотя и все делают для того чтоб сегодня были равные паритеты и чтоб на сегодняшний день ушло нато на те места которые ранее девяносто первом году они были всего лишь но к сожалению развиваться они не дадут эти англосаксы и американцы и часть сателлитов европы они будут до конца давить на белоруссию они будут до конца давить непосредственно на россию как бы мое личное мнение нет ну хватит уже назад отступать надо уже свои земли забирать хватит уже смотреть в рот непонятно кому и называть их партнерами поэтому я последней статье написал что для меня уже враг показал оскальные зубы он есть это европа не вся они сами люди а вернее ихняя политическая 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 вот это политический бомон американцы англосаксы спасибо что ответили на вопросы напоминаю нашим зрителям что мы общались с народным депутатом украины 5 6 созывов алексеем журавка благодарю вас спасибо